всем привет хочу поговорить о довольно таки любопытной теме как обновление и в частности вот посмотрите все версии linux mint от 17.0 до 17.3 поддерживается до 2019 года видно да так вот теперь я вам честно скажу значит но мне нравится linux mint cinamon и начиная с версии 17.0 и до сегодняшнего дня до 29 декабря 2015 года если быть честно я практически мог оставаться на версии 17.0 и system bug на нем нормально работал и настройщики и загрузчики операционных систем и так далее что появилось нового но это только комбинация клавиш control alt esc при помощи которой значит вот таким вот образом производится обновление экрана в случае если он зависнет да собственно говоря это не всегда каких-то там супер там бупер мупер существенных изменений но скажу по-честному я не нашел дальше еще смешнее если вы зайдете менеджер обновлений то они по умолчанию выставляет вам авто обновление каждые два часа это что пользователь должен быть обезьянкой и каждые два часа им сообщать что он обновился извините компьютер для человека или человек для компьютера мы же не обезьянки каждые два часа там бегать что-то делать вот раз в тридцать дней и все чтобы революционным на мой взгляд версии на 17.3 вот смешно будет сказать смотрите источники приложения заводим пароль вот здесь вот значит были даны зеркала если в прежних версиях тут по умолчанию стало американское зеркало то сейчас да вот оно выскивает зеркало с наибольшей скоростью и вы значит там нажимаете применить и то же самое с базовым ищете с наибольшей скоростью ночь нажимаете применить обновить кэш эко не видать и все то есть начиная с версии 17.0 по 17.3 особых существенных изменений в сторону улучшений лично я не вижу а а вот ухудшение пожалуйте значит если версии 17.0 мы набрали бы допустим каспер то он у нас и был бы 1.340 но у нас то он появился 1.340.2 который не работает абсолютно и поэтому пришлось его возвращать примутительно обратно на старую версию и далеко не каждый допер как это сделать а вот есть указать версию было например 340.2 значит вы ее взяли и поменяли на точка 340 мало того значит я вам всем рекомендую сделать еще что вот заблокировать версию чтобы никакие там выпендрежи вам не подействовали то есть это уже ухудшение дальше версия system bug значит вроде бы сделано поддерживающий русский язык но когда она сделана на русском языке при создании из образов меню при загрузке получается сабра козяброй некорректным поэтому лучше оставить его на английском языке опять второе ухудшение ну и собственно что вы грубо говоря от этого поимели за все это время то что поимели новую версию ядра 4.2 0.2.22 и то я это сделал опять таки значит через опцию обновлений есть тут такая опция обновление ядра ну я выбрал там самую последнюю вот она у меня стоит а собственно говоря за целый год я приобрел головную боль какую то что мне нужно было значит устанавливать обратно старую версию каспера чтобы у меня system bug работал корректно system bug выставлять на английский язык и чтобы меню выскакивало нормально на английском языке не с карако зябрами если он сделан на русском языке ну а оно того стоит а в остальном то версии то а чем собственно говоря они друг друга отличаются да ничем все версии поддерживается вот до 2019 года даже linux mint 13 поддерживается до 2017 года вот и подумаете а стоит ли вам каждый раз при появлении каждый скажем новый точка там 3 5 10 и так далее версия бежать сломая голову и заниматься вот такими вот вещами обновлениями и так далее а стоит ли linux mint там цинамон там xface а чем вызвано вот такой вот рьяное рвение обновляет там у всех каждые два часа и так далее ну потому что разработчикам нужна обратная связь нужно скажем так видимость их работы и вот здесь я вам рекомендую очень любопытный принцип принцип разумного консерватизма а вот просто берите и обновляйте все эти версии а раз полгода и пошлите-ка вы все этих разработчиков с ихними притязаниями и так далее куда-нибудь подальше у вас система настроена у вас все работает все сделано как надо откатные копии по систембаку сделаны на моем блоге масса видео уроков на эту тему для тех кто как говорится новенький да ради бога вот смотрите вот мой блог под каждым моим видеороликом под любым есть ссылка на мой блог и вот целая графа отведена под программу систембак что она может и так далее ее достоинства и прочее и вот посмотрите сколько видеороликов на эту тему я сделал и под программу черри 3 поскольку в ней заложено очень много команд которыми пользователи могут пользоваться вот здесь тоже внимательно ознакомьтесь с этим богатством вот и все то есть поймите правильно все это дело приходит из опыта на мой вам совет что не нужно кидаться на каждую новую версию как на нечто на супер бупер вупер я не знаю там что что это вот но будет лучше и гораздо лучше и еще гораздо гораздо лучше чем старое ничего подобного проходит там неделя-другая начинают выползать там всякие баги начинает начинается поиск их значит там решения и так далее и вот это вот разработчикам как раз и дает скажем так почву для их нужности для их работы и так далее и так далее и так далее никто не отрицает что разработчики и создатели там linux mint там хорошие люди делают нужное дело и ради бога ну в любой работе видны вот скажем вот такие вот минусы как я вижу их со своей колокольни я даже не осуждаю этих людей ну почему ну они делают свое дело и вот и все может там перед начальством нужно отчитываться что вот столько-то багов выявлено столько-то нужно там еще устранить и так далее ну это рабочие отношения и так далее ну а для вас как для пользователей я хочу выявить вот такую вот разумную тактику если вы скачали официальную сборку если вы ее настроили под себя сохранили программу ассистем баг там резервную копию если у вас все работает чики-пуки ну и посидите на этом чики-пуки полгода-год если очень уж там скажем так чешется ну хорошо резервная копия сделана поставьте там себе новую версию посмотрите обкатайте ее ну если уж совсем все нормально создайте вторую резервную копию а не так как сидели допустим на версии 17.2 у вас там все работало нормально резервную копию значит не сделали перескочили обновились до 17.3 и привет и не запускается программа good manager а вам она очень нужна ой 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 что делать ассистем баг они значит вроде бы сделали все нормально а вот каспер туда влупили 1.340.2 то есть вот понимаете вот есть вот такие нюансы хотя вот здесь они никуда не могут убежать от правды вот они же написали что они все версии поддерживают все LTS Long Term Support длительная поддержка до 2000 года 2019 года до апреля вот вам и весь сказ ко всем этим обновлениям к этой гонке за обновлениями и так далее то есть если вы скажем нормальный не озабоченный пользователь которым нужно там пойти в интернет там поговорить по скайпу там видеоролики посмотреть ну и а нужна вам эта чехарда да не нужна ну проводите там регулярные там обновления там раз в месяц допустим но не до новой версии обычно здесь указывается там обновить до новой версии не надо даже появится если у вас здесь вот обновить до новой версии там 17.5 там 7 или 9 а не надо просто обновляйте устанавливайте и все оставайтесь на старой версии и подождите то есть вот я ну а если кому-то очень уж захотелось все таки поставить новую сборочку обновленную настроенную но чтобы самому ручками там особенно не лазить вот пожалуйста на mail.ru у меня значит есть парочка сборок на 32 битные и 64 битные раз дальше значит вот три кладовочки mega google drive яндекс здесь пожалуйста 64 битные мои сборочки настроенные вот ценамон made x-face ради бога берите скачиваете там все настроено естественно бак работает нормально и менеджер загрузок и все остальные программы заявленные пожалуйста сергей тимченко специально для пользователей сделал 32 битные сборки вот light ценамон made x-face берите качайте подключайте к виртуалке записывайте на флешке и проверяйте то есть вот поймите что гораздо проще скачать проверить на виртуальной коробочке уже настроенную автором сборку где все настроен и так далее и где то что вам не нужно вы всегда сможете удалить легко и просто делается чем самому там ручками все настраивать и так далее кто любит ручками настраивать таких людей там один три там пять процентов ради бога я им не препятствую а для большинства хотите супер новую сборку пожалуйста вот настроенные сборки у вас в распоряжении а так если вы сидите на семнадцатые там семнадцать один два в сборках да ради бога ну и сидите вы на них ну если у вас все нормально работает не гонитесь вы вот за этой вот постоянное вот вот стремление там в человеческой натуре вот все новое да не всегда все новое оно лучше чем старое всегда появляется новые там баги там проблемы там и так далее то есть если на семнадцать точка ноль и бут менеджер ставился нормально и систем баг работал нормально то здесь то появилась ну проблемы появились а оно вам надо ну вот решение ваших проблем значит вот пожалуйста 32 битные сборки и 64 битные сборки авторы за вас постарались для вас скачали сборки там под себя поднастроили что нужно добавили что не нужно убрали ну и сидите вы на них там по полгода по году по два по три ну если у вас вот все нормально работает вопрос а стоит ли вам гнаться вот за каким то призрачным я не знаю там новым номером а что оно вам даст то если все работает нормально в пределах данной сборки вот пожалуйста если у вас появится вот или здесь или здесь там обновиться до версии там 17 там точка 5 там 7 9 да не надо просто вот проверить обновление установить а до новой версии не обновляйтесь вот и все если оно у вас все нормально работает от добра добра не ищут ну ладно думаю что я вам свою мысль донес я никогда даже не ожидал что вот такой вот принцип разумного консерватизма может сохранить людям массу времени то есть не отвлекайтесь вы на чьи то технические там проблемы вы обычный пользователь ваша задача зашел в интернет там поискал там по интернету что там тебе нравится посмотрел там видеоролики на каких-то там сайтах которые тебе нравятся что-то там скачал поговорил по скайпу со знакомыми там по всему миру ну че вам еще надо а вот когда начинается вот эти вот ребята с ихними проблемами они вам нужны эти проблемы не нужны они нужны значит обращайтесь к этим ребятам раз в полгода в год то есть если у вас все работает нормально даже если у вас стоит версия 17.0 вот она таяна ну если у вас все настроено все работает нормально ну и собственно говоря о чем еще надо ну если все нормально работает и обновление она делает соответственно этому она может вам предложить обновиться до до новой версии там 17.3 там 5 9 10 20 какая разница если у вас она нормально работает вот вкратце я хотел выразить вот свое такое вот отношение ко всем этим обновлениям этой дурацкой двухчасовой там это на погоне я называю ее monkey job обезьянная работа какой там каждые два часа раз в полгода все хватит вы взяли сборку поставили там или официальный дистрибутив настроили все у вас работает нормально можете обновляться там раз в месяц там раз два в месяца и то только в плане своей версии и этого достаточно чем еще надо а вот человеку нужно вот погоня за новой циферкой чтобы была версия там побольше а то что с приобретением новой версии он появляет приобретает новые головные боли никто не думает подумайте поставили версию настроили да и сидите на ней спокойно полгода год а то и два а то и три а кто вам мешает то ну ладно в общем мой посыл надеюсь все уловили то есть относитесь всегда критически и разумно вот ко всем этим новым версиям там обновам и так далее будьте просто благоразумны ну ладно поздравляю всех с наступающим новым годом желаю всем успехов и удач и желаю вам всем быть в этом плане ну скажем так разумными консерваторами до встречи до встречи